Приветствую всех! В комментариях к роликам на моем канале зрители часто пишут такие пожелания Не майся дурью, а займись делом Вот сегодня я решил забросить лампы экономки и заняться нормальным практическим делом Поменять силовой кабель на электрической плите Это плита с духовкой, хорошая плита, в ней много интересного И сегодня я познакомлю вас, во-первых, с устройством данной электроплиты потому что кое-что интересное у нее есть А заодно мы разберемся, как правильно подключать электрическую плиту трехжильным кабелем Все мы прекрасно знаем, что розеточки-то у нас в основном в домах имеют всего лишь два провода Один из которых линия, другой нейтраль И вот давайте зададим электрикам, которые хорошо прочитали букварь электротехнический А корпус вот такой металлической лампы, он должен быть заземлен или нет? Если заземлен, то как? Ведь шнур у этой лампочки имеет всего лишь два контакта Наверняка многие просвещенные электрики знают, что такое заземление и что такое зануление Но только вот когда и что применяется и к чему это может привести, к сожалению, забывают Итак, пока электрики, прочитавшие букварь, думают над тем, как заземлить вот такую лампу с металлическим корпусом Мы посмотрим, как подключаются клеммы вот этой вот электрической печки В хороших электрических печах есть вот такой вот замечательный шильдик, в котором рекомендовано в сетях с определенной конфигурацией линий и нейтралей подключать именно таким образом Так как у меня стандартная квартира, то у меня всего в розетке имеется одна линия и одна нейтраль Для этой же печки требуется еще и вот такой провод и он есть в кабеле И у многих, кто меняет эти кабеля или пытается подключить сеть, возникает вопрос, а куда же нам девать земляной третий провод? И иногда, к сожалению, я наблюдаю даже у профессионалов дикую и грубую ошибку Об этой ошибке мы сейчас прямо с вами и поговорим У плиты металлический корпус и касаясь его может возникнуть опасность поражения электрическим током Если на этот корпус придет что-нибудь из вот этих вот двух проводов Хотя тут проводов шесть, но группы всего две Белые и цветные Вы можете догадаться, что цветные провода это та самая линия 220 вольт, которая подает нам энергию А три беленьких это нейтрали Здесь есть такая хитрая перемычка, которая используется лишь только для того, чтобы подключать их на три независимые клеммы Либо на шесть независимых клемм Разницы нет Перемычку можно вынуть и все три провода запитывать вот именно через вот эту вот колодочку Это удобно Но куда же девать землю, если в розетке земли нет? Часто я вижу следующую ошибку Нейтраль берут и цепляют на землю Так делать категорически нельзя Даже если у вас дома нет заземления Цеплять нейтраль или любой другой провод на вот эти вот болты, которые должны быть заземлены Я вам не рекомендую Возможно у кого-то сейчас встали волосы дыбом И говорят, что зануление существует и оно должно быть Но давайте рассмотрим банальную ситуацию Итак, вы хотите вместо заземления, которого у вас нет, использовать зануление Что иногда применяется, но не всегда Итак, мы цепляем нули вот на эту клемму Или объединяем их перемычкой Что произойдет? Корпус машинки при идеальном включении всегда у нас будет находиться с нулевым потенциалом Но нулевой потенциал, даже если где-то происходит замыкание, становится не нулевым Но есть ситуация гораздо хуже Итак, мы использовали зануление и прицепили белые провода к желтым Потому что у нас не было земли И считаем, что тем самым мы заземлили наш ноль и сделали идеальную систему Но рядом с нашей плиткой может оказаться вот такая электрическая лампочка В которой добросовестный электрик взял и применил ту же самую схему Он заземлил корпус лампы с помощью нуля Но где ноль в этой вилке, одному богу известно И поэтому вам очень повезет, если вы воткнете в розетку вилочку так Что там, где было заземление, этот контакт придется на нулевой провод Но другой линейный провод будет здесь А если мы перевернем И тогда вся наша лампочка оказывается под напряжением от линейного провода А это очень нехорошо Ведь если здесь на корпусе у нас линейный провод И мы поставим эту лампочку на эту печку У нас будет контакт корпусов Хорошо бы, чтобы не руками кто-то взялся за лампу, а потом за печку Это смертельно, ребята? Не делайте так Да, я понимаю, идеала никогда нет И желательно, конечно, вывести отдельное заземление Протащить его отдельным проводом Забить где-то целый ломик или закопать цинковое ведро И к нему заземлить печку Но если этого сделать невозможно Попытки цепляться к водопроводу, который сейчас делается из пластиковых труб Приведут только к большему и худшему результату Итак, пока я вас напугал Пока вы пишите свои дизлайковские комментарии Я расскажу, что в этой печке есть еще интересного Это керамическая вата Она изолирует от перегрева эти провода Потому что здесь за ними прячется духовка Воздушный слой достаточно широкий Он изолирует от теплового повреждения вот эти провода Вот комфорок Комфорки располагаются наверху Все они на контактах Но это не так интересно Да, духовка, да, комфорки А что вот это? Пока не скажу Давайте скажу, что вот это Тут тем более есть секретная хитрость Это крепление лампочки Которая подсвечивает внутри духовку И все бы ничего Что может быть удивительного В обыкновенной вот такой вот электрической лампочке А давайте-ка я ее возьму и выкручу Одной рукой это не очень удобно Но я все-таки постараюсь это сделать Лампочка располагается в этом гнезде И обыкакую лампочку сюда, к сожалению, поставить невозможно Но эта лампочка оправдала свою надежность Фирму говорить не буду Все тут ясно и понятно Лампочка светится Но хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на надпись Которая идет по низу этой лампы Я попробую расположить лампочку так Чтобы вам все-таки Хоть каким-то образом можно было прочитать эту надпись Дело в том, вот так вот, я думаю, идеально будет Вот смотрите нижнюю строку Кое-что интересного, да? Но HD это не жесткий диск И не что-нибудь матерное, нет Вот перед этим HD очень важная для вас информация Дело в том, что сюда обыкакую лампочку не вкрутишь Обыкновенная лампочка с обыкновенным стеклом При температуре свыше 200 градусов Начинает течь Да, лампы начинают плавиться И хотя в основном их стараются делать из жаропрочного стекла Но вот здесь вот специальное стекло Наподобие того, которое применяется В длинных таких лампочках со спиралями Типа кварцевого стекла И это стекло точно выдержит температуру 300 градусов Откуда возьмется 300? Да дело в том, что если даже духовка разогрета до 250 градусов Светящаяся лампочка своей нитью накала Будет еще сильнее разогревать вот эту колбу И колба обыкновенной лампочки может просто-напросто расплавиться Вы можете провести эксперимент с перегоревшей старой лампочкой накаливания Возьмите и аккуратно Эксперимент, конечно, плохой, но все-таки попробуйте Аккуратно прогрейте ее на спиртовке или на сухом горючем И вы увидите много интересного В детстве я развлекался так Осколки лампочки я плавил, заворачивал в трубочке и делал мензурки Но это лампочка Ее секрет мы уже лихо разгадали А что же вот это за устройство? Знаю, да, в некоторых плитках есть вентиляторы Но это, ребята, не вентилятор Это действительно электромотор И на нем есть такая же маркировка Причем с редуктором и очень небольшой Электромотор, как видите, не постоянного тока Думаю, видите А переменного тока То есть это бесколлекторный двигатель Но при этом традиционно бесколлекторные двигатели Цепляются на три провода И ставится там конденсатор или еще что-нибудь Данный двигатель рассчитан сразу на два провода Интересная штукенция Внутри редуктор А вот этим вот закопченным валом Он вращал шампуры, на которых жарятся шашлыки Ну, либо курочка наколотая Интересная штукенция Внутрь мы обязательно посмотрим Потому что сейчас я этой печкой занимаюсь вплотную И собираюсь в дальнейшем использовать ее Для того, чтобы печь пироги И запекать котлеты прямо в духовке Ну, люблю я такое блюдо Вот такие вещи Можно обнаружить в обыкновенной плитке Как ее смонтировать дома Я думаю, после того, что я вам рассказал Вы уже будете более грамотными И кроме того, что вы читаете буквари И слушаете мудрые советы Всегда полагайтесь на свой собственный разум И интуицию Прозванивайте цепи, прежде чем цеплять кабеля Подцепив кабеля Обязательно прозванивайте по клеммам Прежде чем сунуть все это дело в розетку и включить Подсоединили кабель Присоединили тестер к вилочке Включили духовки И смотрите, есть у вас сопротивление или нет Есть короткое замыкание или нет И обязательно проверьте Завязана вот эта вот клемма земляная На линию или же на ноль или же на линию Если завязана Если где-то постарался китайский электрик Постарайтесь от этого как-то избавиться Ну, а на этом все, ребята, пока Надеюсь, это видео уже будет более полезным И получит гораздо больше страйков Пока, ребята, до следующих встреч